25 ноября 2018 года яблони подготовила к зиме, замотала ультрафилом. Напомню, это защита от зайцев и от солнечных ожогов, не от морозов. От морозов это не помогает. Значит, спрашивали у меня, как выглядит, я часто говорю, верхушечная почка, в литературе тоже это все. Спросили, как это выглядит. Вот, сейчас посмотрим. И плюс еще я проводила усекание листовой пластины, тоже сейчас сравним. Значит, вот так вот выглядит вызревшая верхушечная почка. Вот она. Вот кора уже тут темная, пушок вот этот опал. Вот. Но это как бы не идеальный вариант, но в таком вот варианте она, скорее всего, перезимует. Значит, это был сорт китайка красная, колоновидная яблоня, но у нее верхушечная почка вызрела и в 2017 году. Почему я на это обращаю внимание? Потому что вот это лето 2018 года и осень тоже, они были теплые, лето жаркое, сухое, солнца было много, как бы все условия для вызревания были. А 2017 год лето было дождливое, холодное и как бы то, что не вызрела верхушечная почка у остальных колоновидных яблонь, можно было списать на вот такую вот погоду, что не хватило им тепла, там, сумма активных температур и так далее. Но вот в этом году сумма активных температур было все в порядке, однако верхушечная почка вызрела только вот у этого сорта, китайка красная. Остальные смотрим. Вот это вот вариант, когда вот зачатки верхушечной почки, вот она, но она абсолютно не вызревшая. И вот видно, что вот эта вот часть побега, она тоже плохо вызрела, то есть вот этот вот пушок, вот здесь, где хорошо кора вызрела, вот этот пушок опал. А вот здесь, где плохо, то есть если я сотру, вот она кора, перестала вкусироваться, она коричневая, но вот пушок самостоятельно не опал. Значит, вот у этого побега усекала листовые пластины, но разницы между почками у усеченных, вот где были усечены листовые пластины, и там, где я их вот это вот не усекала. Сейчас, секундочку, сфокусируется. Вот. Разницы я не вижу. Ну, то есть, как бы, в том варианте, в котором я делала, я уточню сейчас, точно не помню. По-моему, я усекала вот листовые пластины в конце августа. Осень, повторюсь, была теплая, сухая. Вот. Но усечение листовых пластин никак не повлияло на возревание верхушечной почки. Может быть, надо было делать раньше. Может быть, надо было у большего количества листвы вот, обрезать листовые пластины. То есть, я где-то брала 3-4 яруса листьев. Вот. Но вот, повторюсь, в таком варианте, в каком я делала, разницы нет. Это яблони сорт джин. Так, это у нас московское жерелье. А, нет, это валюта. Так, у валюты значит, вот здесь вот у бокового побега вот тоже видно вот, вызрела верхушечная почка. Вот. И в идеале верхушечная почка у яблони вот на центральном побеге должна выглядеть вот так. вот она. Вот здесь тоже видно невызревший побег. Вот здесь та же история. Вот она вроде бы и есть, верхушечная почка. Сокусируем все. Вот. Но тоже как бы совсем она не вызрела. Вот у таких почек перезимовать шансов практически нет. То есть, весной, скорее всего, часть, как и было в прошлом году, вот эта вот верхняя часть замерзнет. Где-то отсюда проснутся почки и пойдут новые побеги. По поводу писали мне, что если у колоновидной яблони там два-три побега, то это уже, ну, основных, то это уже не колоновидная яблони. Нет, это все равно колоновидная яблони. Именно от количества побегов она не перестает быть колоновидной. Но в литературе мне попалась такая информация, что не дают вообще боковых побегов. Два сорта. Это вот китайка красная и сорт гирлянда. Все остальные сорта при повреждении верхушечной почки, вот, вот как здесь, вот была повреждена верхушечная почка, и пошли не один центральный побег, а несколько достаточно равнозначных побегов. Так, это у нас кто? Это у нас московское вот это московское ожерелье. Вот тоже верхушечная почка. Тоже она невызревшая. Я такие почки в прошлом году пробовала заматывать утросилом, повторюсь, они не сохраняются. Значит, вот здесь, вот на этих побегах покороче, вот она получше. Все равно не до конца побег вызрел, вот он, пушок не осыпался, но вот в таком виде какие-то шансы зависит от зимы. Может перезимует, может быть и нет. Так, это у нас стрела. Вот тоже было повреждение верхушечной почки. Вот пошли. Но она в этом году одно яблоко дала, видимо ослабло. Значит, вот специально оставила вот усечены листовые пластины, а вот здесь вот рядышком не усечены. Вот они приблизительно одинаковые эти побеги. И вот почки выглядят так же. Сейчас фокусируйся. Не хочет фокусироваться. Ну, видно, что ее в общем-то как таковой нет. и вот на этом побеге то же самое. Вот с целыми листьями и вот с усеченными листьями. Вот. Ну и вот Останкина, которая у меня одно рзло. Вот. Замотала ее целиком. Вот так обстоят дела с возреванием верхушечной почки у разных сортов колонавидных яблонь на севере Московской области. Редактор субтитров